100 лет назад трансатлантический пароход титаник был самым большим судном в мире при длине 270 и ширине почти 30 метров и самым надежным по крайней мере так заявляли его проектировщики и строители действительно по тем временам его размеры и техническое оснащение были очень внушительными и тем не менее он затонул в первом же своем рейсе не выдержав прямого столкновения с айсбергом сегодня самое большое судно под названием symphony of the sea симфония морей почти на 100 метров длиннее и вдвое шире титаника к тому же она более везучие спущенный на воду в 2018 году этот круизный лайнер вовсю бороздит просторы морей и собирается делать это еще очень долго но корабль который намереваются вскоре построить превосходит всякое представление если раньше проект подобный этому можно было считать утопии сегодня он вполне реален более того уже начал воплощаться в жизнь корабль город freedom ship некоторые уже успели прозвать кораблем апокалипсиса за его гигантские размеры и способность сыграть роль современного но его ковчега в случае чего ничего подобного никогда не было и в отличие от ковчега корабль свободы не миф а реальный проект о нем мы расскажем в продолжении видео а вы чтобы не пропускать ничего интересного перед продолжением просмотра подпишитесь на наш канал тенденция к увеличению размеров морских лайнеров непрерывно упомянутый сегодняшний рекордсмен symphony of the sea внушает уважение длина 362 метра и пассажировместимость 8000 человек небывалые доселе показатели также как и стоимость его постройки почти полтора миллиарда долларов но и ему очень далеко до плавающего города строительство которого было начато еще в 2002 году на него планируется потратить 10 миллиардов долларов один из которых уже израсходован 22 миллиона стоило только возведение стройплощадки это судно будет иметь в длину почти 1400 метров ширину около 300 и возвышаться над водой на 100 метров население freedom ship составит 100 тысяч человек среди которых 20 тысяч членов экипажа полагают что он станет первой ласточкой будущего переселения людей суши на воду а затраты на строительство создатели проекта собираются окупить лихвой идея плавающего города зародилась главе инженера и владельца компании engineering solutions инженерные решения нормана никсона и он таки получил официальную лицензию на его создание на собственном заводе компании и производятся основные детали конструкции поначалу правда никсон собирался строить очередной круизный лайнер но потом решил не мелочиться со сроками однако случилась осечка три с половиной года на постройку и год на отделку помещений явно оказалось недостаточно для такого гигантского проекта и хотя строительство велось круглосуточно 2006 году как первоначально было запланировано плавающий город так и не построили более того проект законсервировали связи с чередой мировых экономических кризисов до лучших времен сомнительно что такие времена уже настали однако строительство решено возобновить в ближайшее время в число проживающих в городе помимо членов экипажа и обслуживающего персонала будут входить армейское и полицейское подразделение призванные следить за порядком для нарушителей закона предназначена своя тюрьма большинство же самих горожан будут жить в собственном купленном там жилье а примерно пятая часть расположится в съемных апартаментах все как в обычном городе на суше и даже лучше если конечно не считать цены на квартиры и на проживание они кусачие но зато на любой вкус выбор пока есть однако уже 20 тысяч помещений уже продано в основном британским подданным создатели плавучего города предполагают что когда они будут спущены на воду цены подскочат на порядок и тогда планируется распродажа апартаментов с аукциона уже сейчас самая заурядная квартирка стоит около 1 миллиона долларов корабль свободы место где можно будет жить постоянно как в обычном городе даже не сходя никогда на сушу кстати причалить такой гигант не сможет нигде поскольку разнесет любой причал общение суши предполагается через отправку туда и обратно катеров самолетов и вертолетов аэродром для авиации разместиться на крыше верхней палубы а авиапарк будет состоять в основном из небольших самолетов вмещающих по 40 человек поэтому при необходимости срочного визита на сушу не нужно дожидаться прибытия к ближайшему берегу авиация доставит из любой точки океана инфраструктура плавающего города позволит жить здесь полноценной жизнью учебные медицинские учреждения магазины кинотеатры банки стадионы бассейны катки казино и даже заводы и мастерские дадут людям все те же возможности что и на суше здесь же расположится самая большая в мире беспошлиная торговая зона с беспошлиным торговым центром и заниматься бизнесом здесь будет очень выгодно на двухстах якорах разместятся рекреационные объекты сады и парки и даже перелески для жильцов с питомцами не будет проблем ни с их содержанием не с выгулом 25 полу плавающего города вместят все что необходимо для того чтобы жить и не тужить скучно не будет ностальгия по суше не грозит поскольку здесь будет все то же самое что и там даже бегающие трамвайчики на одной из палуб и конечно не будет недостатка в морских развлечениях для тех кому мало размерного путешествия по морю предоставится возможность прогулок на принадлежащие городу катерах и подводных лодках предусмотрено посещение туристами для которых создаются 30 тысяч мест в отелях предполагаются ежедневные экскурсии с туристической программой маршрут плавающего города уже разработан он будет вполне определенным кругосветка пройдет от майами вдоль восточного побережья сша затем через северную атлантику до великобритании и скандинавии дальше на юг вдоль западной европы заходом и плаванием по земному морю и дальше вдоль африки обогнув мыс доброй надежды через юг индийского океана до австралии после чего на север через индонезию и филиппины вдоль китайского побережья до японии через тихий океан до западного побережья сша затем на юг вдоль северной и южной америки до мыса горн и на север вдоль обеих америк до точки отправления предположительно такая кругосветка займет два года с многочисленными четырехдневными остановками на рейде у городов чтобы у жителей города была возможность посетить интересные места на суше узнав о проекте защитники природы стали возмущаться предполагая что такая огромная штуковина не может не загрязнять окружающую среду но им объяснили что экологическая составляющая учтена полностью например в конструкции используется минимум синтетических материалов и максимум натуральных а в цикле жизнедеятельности города организуется безотходное производство все что можно будет перерабатываться и применяться повторно а что невозможно переработать сжигаться в специальных печах с использованием энергии сжигания для производства электроэнергии вода будет тоже максимально долго использоваться в замкнутом цикле с постоянной очисткой а повсеместное наличие электростатических фильтров обеспечит очистку воздуха от пыли бактерий и вирусов надо сказать что и сам океан является великолепным очистителем он как гигантский магнит притягивает к себе и пыль и другие загрязнения а поставляет в атмосферу кислород и фитонциды учитывая плавающий город будет окружен океаном постоянно проживание в нем можно считать полезным для здоровья также как и проживание на морском побережье но такую большую массу нужно двигать двигатель должен быть очень мощным а значит давать большое количество вредных отходов виде выхлопа так думали защитники природы однако и это разработчики предусмотрели двигаться гигант будет за счет солнечной энергии и энергии волн больших скоростей при этом не достичь но они для плавающего города и не нужны еще одно опасение по поводу корабля свободы высказывают пессимисты усматривающие в таких гигантских проектах некую фатальность они намекают что как бы плавающему городу не повторить судьбу титаника рекламировавшегося в свое время с тем же усердием в данном случае подобная катастрофа была бы еще намного более страшной учитывая размеры судна и количество людей на его борту однако пессимистов спешат успокоить оптимисты и разработчики проекта по их словам все предусмотрено непотопляемость обеспечена наличием в корпусе 600 изолированных секций в каждой из которых отдельно регулируется баланс воздуха и воды это а также плоская форма судна делает его непотопляемым в худшем случае даже при получении множества больших пробоин город просядет воду на 30 сантиметров не страшно ему ввиду огромных размеров также никакие шторма и даже цунами разработчики называют freedom ship самым безопасным местом в мире и мечтаю что если проект окажется успешным то в будущем можно организовать плавучие государства со всеми его атрибутами конституции флагом валютой и всем остальным единственный недостаток который могут найти в плавучем городе эстеты его внешний вид он больше похож на многоэтажную автостоянку нежели на изящный корабль но это уже совсем другая история а и Продолжение следует...